На поле футболисты оттачивают мастерство. Рядом волейболисты, бадминталисты, ворцы, легкоатлеты, баскетболисты. В лагерь приехали спортсмены из нескольких спортивных школ. Нагрузка не меньше, чем в сезоне, поэтому тренировки пропускать нельзя. Иначе входить в ритм будет трудно. Это не просто пионерский лагерь. Это именно спортивный лагерь, где проводятся тренировочные сборы. Тренировки жесткие и зачастую спортсмены после наших сборов уезжают на соревнования. Распорядок дня у нас полностью подчинен тренировочному процессу. У детей две тренировки. Утренняя тренировка и после сон часа тренировка. Все остальное время это отдых и какие-то мероприятия, которые досуговые. В основном эти мероприятия проводятся вечером после второго ужина, когда у детей есть возможность отдохнуть, проявить свои какие-то творческие способности и отвлечься от своих спортивных забот. Берчане признаются, несмотря на то, что наступило лето, заниматься вовсе не лень. Скорее наоборот. Я весь год сюда хотела поехать. Прям мечтала. Еще такой год тяжелый был. Мне нравится. Каждое утро встаем, бегаем по 10 кругов, потом 20 подтягиваний. И так на протяжении каждого утра. Для детей и тренеров эта смена в лагере – аналог тренировочным сборам. Таким образом они готовятся к предстоящим спортивным турнирам. Учебно-тренировочные занятия. В основном они направлены на общую физическую подготовку, на специальную физическую подготовку. Но заодно дети отдыхают, дружатся. Нам еще с погодой здесь всегда везет. Здесь солнышко, лес, дети бегают и радуются. Отметим, сегодня 5 июля лагерю «Орбита» 53 года. Такой лагерь дает возможность детям поддерживать форму и летом. Что в общем-то неплохо. Тем более следующий спортивный сезон богат на соревнования разного уровня.